Всем привет! Добро пожаловать на мою волокупки Second Hand. И я сегодня прям оторвалась по полной. Я практически неделю не ходила в Second Hand. И сегодня вдвоем не рада. Я не знаю, настроение или что это было. Или просто хороший завоз. Скорее всего, просто хороший завоз. В общем, я много чего набрала. Я половина из этого, конечно же, не беру. Но мне не терпится с вами поделиться, что можно встретить в Second Hand. И хочу показать, почему именно не беру. Потому что вы спрашиваете, а почему это оставили, а почему то оставили. Несмотря на то, что музыка очень громко играет, я надеюсь, что меня не забанят. Все равно я хочу вам все это дело показать. Ну что, давайте просвернемся сначала по обуви, чтобы я могла ее оставить. А уже дальше пойдем по одежде. Обувь, конечно, и радость и печаль одновременно. С сумками такая же беда, потому что много винтажных сумок. Но я не берусь их брать. Хотя прям глаз радуется за такие винтажные интересные находки. Первым делом вот такие кроссовки. Здесь ткань. Вот так вот немножко отклеен язычок. Но просто он отклеен только по ткани. Дальше нет. Я думаю, что есть смысл их взять, сдать их в ремонт. Вдохнуть в них новую жизнь. Потому что общее состояние у них неплохое. Вот эти части кожаные. А вот это такая ткань типа капрона. Ну что-то такое, поняли, да? Вот так вот они выглядят. Не вижу, где указан размер. Ну, в общем, они мне понравились. Затем вот такие эко. Симпатичные. Правда? Похоже, что винтажные. Но у них с носком. Вот такая вот печаль. Размер здесь указан 40. Я взяла их вам показать. Они очень нежные. Затем вот такие. Я тоже не буду покупать. Взяла вам показать. Горщичного цвета. От Next. Замшевые балетки. Размер 38,5. И я часто вам рассказываю о том, что с замшей у меня плохие отношения. И мы с ней не дружим вообще. Поэтому я ее не беру. Но мне хочется, чтобы вещь выглядела идеально, как новая. А с замшей у меня это не получается. Пеной, стиркой, я не знаю чем, всякими щетками. Мне не удается довести ее до идеала. Поэтому, ну, смысл ее брать в таком случае. Посмотрите на эти красивые лодочки замшевые. Ну, как их сделать? Я знаю, что есть. И девчонки мне скидывают фотографии. Вы мне часто скидываете фотографии. Сумки вы стираете. Машинки прям стираете. Но у меня не получается. Не знаю. Может у меня все получаться. Вот такие вот эти тоже очень красивые. Как мне нравится их цвет. Однозначно акцентная обувь. Однозначно есть смысл брать. Если вы из Одессы, приезжайте в магазин Мир Секон Хэнда, который возле дома мебели. И забирайте вот эти вот две пары обалденные обуви. По сумкам мне досталась вот такая. Цвета Off White. Кожаная сумка от Oasis. И если вы помните, я вам очень подобную, похожую показывала. Она была с таким оттенком шалфея. Я ее не взяла, потому что у нее был жуткий запах Секон Хэнда. И я вам тогда сказала, что все хорошо, но этот запах меня убивает просто. Я ее тогда не взяла. И вот тут мне достается практически идентичное, только уже без запаха. Эту я, конечно же, беру. Вот эту сумку можно уже выбросить а-ля Гуччи. Мне нравится дизайн Гуччи. Но это не оригинальная вещь. Затем вот эта сумочка. Посмотрите на этот цвет. Эту я, конечно же, беру. Она просто обалденно красивая, яркая, летняя, такая вкусная. Сзади вот так вот она выглядит. Естественно, она нуждается в чистке, но общее состояние у нее неплохое. С Asos внутри она выглядит вот так. Кожа очень мягкая. Я вам сначала показываю сумки, которые беру, потом буду показывать то, что не беру. Вот эту я беру, потому что она новенькая, кожаная. И мне нравится ее темный-синий цвет, она не черная. Ну вот, по состоянию и внутри, по подкладке видно, что она новая. Это Джоббис. И по углам, и по всему. Просто ее обработать и все. Следующая вот такая, тоже кожаная. У меня была точно такая же в черном цвете. Или была, или есть, я уже не помню. Я не помню, есть она в магазине у меня или нет. Тоже мне нравится. Я беру ее. Мне нравится ее и цвет, и форма, и качество. Такая вот малышечка. Очень маленькая. Такой багетик. Летний такой вариант. Мне понравилось своей лаконичностью. Ничего лишнего. Очень красивая. Так, у меня уже ноги заболели. Давайте встану, покажу сначала вещь. Вот такие, такой вот жакет. Это у нас Хоббс. Он шелковый. Вот, 14 размер. Жакет, конечно, прикольный. И я очень огорчена, что я не смогу его купить. Вот, видите, стопроцентный шелк, подкладка ацетат. Почему не покупаю? Потому что вот здесь, вот, на уголке, если вам видно, вот края. И вообще лацкану, если присмотреться. С лацканами такая же история. В общем, когда утюжили, очевидно, что это утюг. Утюжили утюгов. И вот эта вот внутренняя часть, внутренняя ткань, которая вот здесь вот в шве, она отпечаталась. С этим вряд ли можно будет что-то сделать. В носке это очень видно. Это прям сразу бросается в глаза, поэтому я его не беру. У тебя жакет. Мне нравится качество, хороший цвет, красивый. И вообще ткань такая плотная. Это плотный шелк. Нет такого перелива, как вам видится на камеру. Он более бархатистый. Внешне он похож больше на бархат, но когда к нему перетрагиваешься, понимаешь, что нет вот этой вот фактуры бархата. Вот этой вот пушистости бархата нет. То есть это чистый обман, иллюзия. Затем вот это платье. Я думала, гадала, брать его не брать. Здесь сколько-то процентов шелка и хлопок. Вот он бренд. Внутри подкладка хлопковая. Платье будет легко, но мне не нравится его фасон. Ему не нравится вот эта вот сжатая ткань. И сочетание оттенков, как будто хаки. В общем, такое впечатление неопрятное создает это платье, мне кажется. Но это, опять же, на мой взгляд. Так, и вот он составляет 56% хлопка, 31% шелка и 13% металлическая нить. Не знаю. Нет, я, наверное, не буду его брать. Я думала, что оно с капюшоном, но нет. Это вот такой вот воротник. Дальше взяла вот эту пижаму. Это новая пижама. Здесь бирочки, шортики и рубашка. Но я не буду ее покупать, потому что она иль из Плеста. Затем вот такое платье-рубашка. Длинное, пол, полностью прикрытое. Я говорила, что я люблю такие целомудренные платья, когда прикрыто абсолютно все. Я недавно купила себе такие бусики из искусственного жемчуга. Там разные нитки, там бисеринки, жемчуг разной формы и разного размера. И мне очень нравится, когда все вот прям полностью закрыто. И когда у меня эти бусики, все выглядит красиво. Мне кажется, очень стильно. Я даже не знаю, смогу ли я примерить это платье, чтобы вам показать. То, что я его покупаю, это однозначно. Вот не знаю, смогу ли показать на себе, потому что оно маленького размера. Это шестерочка. Если в талии сойдется, то я вам его покажу. Вот так оно выглядит сзади. Это просто роскошь. Какой же красивый зумрудный цвет. Я люблю платье-рубашки. И ткань очень такая холодящая. Это вискоза. Интересно, обходится ли мое какое-то видео без Фукси. Мне кажется, нет. Нашла вот такую льняную рубашку. Фукси очень красивый цвет. Обалденная рубашка. Похоже, что она новая. Ну, естественно, она очень сильно мятая. Я не скажу, что она новая. Но так по подмышкам вообще в целом видно, что, скорее всего, они носили. Два разреза по бокам. Это такая рубашка-туничка. Тоже беру следующий вот такой халатик. На самом деле, у меня очень много запросов на шелковые халатики. Я всегда их ищу. Этот не из шелка, но я не могла пройти мимо. Какой же он интересный. Такой необычный рукав. Здесь кружево. Причем кружево очень хорошего качества. И воротничок такой, видите? Какой. Я не знаю. Он хлопковый. Качество хлопка тоже очень приятное. Цвет похожий на off-white. Здесь такое плохое освещение. Сейчас буду его рассматривать. На предмет пятен. Надеюсь, что их не будет, потому что уж больно мне понравился вот этот халатик. У меня сразу представление такое. Наверное, кто-то носил из королевской семьи. Потому что он очень по-королевски выглядит. Даже по швам видите, насколько качественная вещь. Не знаю. Подумаю. Еще пол до него. Нравится. Я не вижу бирки. Это юбочка тоже на худенькую девочку. Здесь узенькая талия. Тоже, если сойдется в талии, я вам покажу. В бедрах точно подойдет. А вот талия под вопросом. Это кожаная юбка. Из натуральной кожи. Здесь указан размер 10. Но мне кажется, что нет. Потому что прям тоненькая юбочка. А качество кожи хорошее. Нравится. Да и вообще по состоянию. Очень хорошее состояние. Эту юбку взяла из-за цвета. Я ее, наверное, ставлю здесь напополам шерсти с полиэстером. 16 размер. Цвет, конечно, красивый очень. Ну, не знаю. Вроде бы и не сезон. Не хочу много набирать вещей, чтобы они лежали. Потому что все я должна складывать так. В общем, у меня всегда есть опасения, чтобы у меня не завелась вдруг моль. Когда много шерсти дома. Знаете, не дай бог. Следующая вещь шелковая. Вот такая, слушайте, такие мелкие буквы. Вот, стопроцентный шелк, подкладка полиэстера. Такая юбка. Я ее не беру. Почему? Потому что здесь растянута резинка. Это видно. И даже если вставить резинку, такие юбки не очень красиво смотрятся. Когда слишком много здесь вот ткани. Она как-никак тяжелая. Даже несмотря на то, что шелк все равно она вытягивает. Потому что здесь же тоже шелк. Получается, она сильно натягивает вниз. Здесь в области живота сильно топорщится. Если носить, допустим, что-то заправлять в юбку, то выглядит это жутко. Просто жутко. Поэтому фасон мне не очень нравится. Юбку я не беру. Хотя цвет симпатичный. И принт интересный. Но, увы, нет. Затем вот эта блуза от Лора Эшли. Тоже печаль. Потому что она вся расшита бисерами, пайетками. Девчонки, кто это любит, приезжайте в этот магазин. Потому что я ее не беру. Но я не люблю это дело, к сожалению. Она шелковая. Вот, стопроцентный шелк. Подкладка полиэстер. И тут нужно еще рассмотреть. Может и не хватать каких-то бисеринок. Такой бантик. Вообще не похоже на Лора Эшли. Я не помню, чтобы они делались чем-то таким. Затем вот такая новая футболка. Точнее, не футболка, а майка. С таким диамантом. Это у нас H&M новая. Это стопроцентная вискоза. Но, несмотря на то, что вещь с биркой, она грязная. Вот здесь вот запачкана. Скорее всего, на майку наступили. Думаю, что наступили. Она упала просто с тремпеля. Не знаю. Мне девочка-подписчица передала. Я снимала. Она не хотела меня отвлекать. И передала для меня вот эти брюки Армании. Льняные новые. Так приятно. Спасибо огромное. Я даже не увидела. И не поблагодарила за это. Классные брюки. И, конечно, надо мерить. Я надеюсь, что вот эта веревочка затягивается. Можно будет затянуть. Потому что они какие-то довольно большого размера. 46-й. Ну, большого для меня, я имею в виду. Ну, посмотрим. Может быть, я их примерю. Но вообще, они мне нравятся. Если честно, мне нравятся, что они льняные. Мне нравится, что они очень легкие. Ну, и, конечно, то, что новые тоже радует. И цвет красивый. Печаль сумка замшевая. Она темно-синего цвета. Как мне нравится этот цвет. И мне даже ее состояние не смущает. Но здесь нет каких-то явных пятен. Я думаю, что я бы с ней справилась. Но нет явных пятен. Есть одно явное пятно. Что-то разлили. Эта часть, не хочу ее трогать. Она прям твердая. То есть, я не смогу, наверное, что-то с ней сделать. И не хочу, пожалуй. Пожалуй, скорее всего, я не хочу. Я ее оставлю. Это первое. И второе причина, по которой я ее вставляю, потому что здесь отклеились ручки. Сумка кожаная замшевая, говорила. Нет. Здесь ручки отклеились. Здесь надо клеить. Но я уже подклеивала как-то свои ручки на своей сумке. И они периодически отходят. Поэтому я не советую брать такие сумки, которые уже здесь отклеились. Здесь торцы, вот, изначально, видите, были обработаны. Это все дело потрескалось. Оно периодически, даже если вы приклеите, все равно будет отклеиваться периодически. Потому что это самое такое эксплуатируемое место. Поэтому, да. Сумка внутри состояния неплохое. Ну, вот такая вот история с этой сумкой. Затем. Так, эту мы не берем. Эту мы тоже не берем. Это винтажная сумка. Мне здесь не нравится цвет. Какой-то ржавый. Но дело даже и не столько в цвете, сколько в ее состоянии. Она мутная. Царапинки. И она не кожаная. Здесь еще и на металле коррозия. В общем, я ее оставляю в магазине. Затем вот такая вот сумка из кусочков. Эта сумка новая. Но я ее не беру, потому что она из кусочков. Мне такое дело не нравится. Вот видно, что она абсолютно новая. Кожа мягкая. Эта сумка ненадолго. Затем вот такая сумка. Вот прям несколько таких винтажных сумочек мне попалось. Красивых по форме. Вот здесь есть, видите, краска. Пятна от краски. И вот тут, и вот тут. И она немножко деформирована. Хотя сумка картасная. Ей потом придать форму будет очень сложно. Внутри, на удивление, чистенькая подкладка. Здесь вот еще такие отделения. Здесь, но я ее, а вот еще вот эта вот полоска. Я ее оставлю. У этой сумки очень понравилась выделка. Посмотрите, какая прелесть. И мне очень нравится ее лаконичность. Вообще такая прям простая. Выделка, конечно, просто огонь. Очень мне нравится. Внутри она выглядит вот так. Затем вот такая красотка. Я не знаю. Тоже, наверное, не буду брать. Нравится мне тоже ее выделка. Очевидно, что она была в каком-то, скорее всего, магазине секонд-хенд. Не знаю, она винтажная, не винтажная. Скорее всего, нет. Она не винтажная. Это лишь сокоз под винтаж. Выполнена она очень кустарная. Если присмотреться на швы, посмотреть на форму вообще ее, ну, в общем, видно, что она кустарная. И вот эта молния, вот этот вот карман, который должен быть карманом, это вообще не карман, это обманка. Я впервые вижу сумку с обманкой. Конечно, не беру. Хотя форма симпатичная, скажите. Затем вот эта сумка. Тоже одна из моих подписчиц мне ее показала. Она ее ставила. Ну, как бы предложила мне ее взять, может быть, отреставрировать. Но я не берусь ее реставрировать. Это сумка от Донна Карен. Внутри газетная такая подкладка прикольная. Но она убитая. Она уже свое изжила. И углы, видите, здесь прям дырки на углах. Торчат нитки. Донна Карен грешит тем, что комбинирует натуральную кожу и полиуретан. И полиуретан очень быстро выходит из строя. Ну, не то чтобы очень быстро, но быстрее, чем кожа выходит из строя. И от этого уже вся сумка в целом перестает выглядеть презентабельно. Поэтому отправляется в утиль. Если бы они делали полностью кожаные сумки, они бы носились гораздо-гораздо дольше. Но кому интересно делать сумку, которую не хочется заменять другой сумкой. Так что это отправляется, скорее всего, обратно. Следующая вот такая, тоже очень большая, тяжелая, кожаная сумка из мягкой кожи. Кто-то мне написал, что это кожа верблюда. Она такая неоднородная. Но я не знаю. Мне несколько раз попадалась такая кожа. Я не знаю, я не уверена. Но здесь есть вот такое вот пятно. И похоже, что оно жирное. Я думаю, что сидельное мыло с этим не справится. Если справиться, все равно будет видно, что было какое-то пятно. То есть не до конца очистится. Ну, у меня, по крайней мере. Может, у кого-то очистится лучше. В общем, я ее оставляю. Здесь очень много карманов. Она очень мягенькая. Прям очень ее общее состояние. Если бы не это пятно, вообще хорошее. Вот. Написано, что это натуральная кожа. На удивление, это Ривер Айланд. Вряд ли это верблюд. Следующая сумка вот такая. Это винтажная сумка Fossil. Эту сумку. Тут просто надо мной ходят. Не отвлекаюсь. Эту сумку я нашла. Но написано, что она винтажная. Хотя состояние у нее новые вещи. Ну, не новые, но очень хорошее состояние. Если бы не... Где оно? Вот. Вот. Здесь поломана ручка. Она деревянная. И она сломана. Увы. Внутри она выглядит вот так вот. Все чистенько. Все аккуратненько. И ключик на месте. Жаль, конечно, потому что сумка классная. Если задаться целью, то ее, конечно, можно отреставрировать. Я это делать не буду. Ее нужно отдавать именно в ремонт. Здесь нужно вставлять пластины, в общем, укреплять эту штуку. И потом ее можно вот так вот туда засунуть, в эту шлевочку. Ее даже видно не будет. Зафиксировать. И все. Я думаю, что она прослужит еще долго. Я ее решила все-таки не брать. Так что, девочки, бегите в этот магазин. Я не знаю, когда, правда, выйдет это видео. Возможно, уже ее и не будет. Потому что у меня видео выходит позже гораздо. Вот это просто прелестная сумочка винтажная. Она такая красивая. Вы не смотрите на эти пятна. Посмотрите на ее перспективу. Ее можно сделать, отполировать. И сделать из нее конфетку. Сзади она выглядит гораздо лучше, чем спереди. Нет никаких царапин и пятен. А вот спереди прямо и вмятинки есть. Видите, вот под определенным углом видно внутри. Перфорированная подкладка. Вот так она выглядит внутри. Красивый цвет, конечно. Еще одна винтажная. Вот это вообще боль. Потому что эту я бы взяла, не раздумывая, если бы она не была настолько примята. Я не смогу вернуть ей форму. Это точно. Это прям не уверена на 100% самое большое слабое место у этих сумок. Когда теряется форма. И все. Каркасная сумка. Она должна быть каркасной. Она должна хорошенечко держать форму. Здесь такая беда. Есть кое-какие вмятинки. Но я думаю, что это вообще не проблема. Если учесть, что этой сумке лет 50, не меньше. Еще и ручка такая. Все настолько простенько и красивенько. Как же она мне нравится. Внутри замшевая подкладка. Чистенькая, на удивление, подкладка. Как же жаль. Я уже смотрю, кручу ее в руках. Пытаюсь как-то дать ей все-таки шанс. Но видите, ее прям перекосило. Ох. Следующая вещь. Лимитированная сумка от Пола Ральф Лорен дорожная. Там внутри есть нюансы. Я ее тоже не беру. Хотя видно, что носили ее недолго. Она такая. Из плотной ткани. Внутри выглядит вот так. Что у нас тут? Берочка. Здесь написано, что это лимитка. Ну, не знаю вообще. Оригинал, не оригинал. Где-то были, где-то было порвано. И вот здесь вот. С моим фокусом. Вот. Видно вам. Есть косяки и нюансы. Но ткань очень плотная и качественная. И последняя сумка на сегодня. Вот такая. Кожаная. Очень красивая у нее. Выделка. Просто прелесть. Но она так жутко воняется консентом. Я не знаю, что с тем делать. Я ее, конечно, не беру. Потому что она реально сильно. Прям сильно. Пахнет секонд-хендом. Бобила. И здесь есть бирка. Вот. Она, скорее всего, висела в каком-то секонд-хенде. Ой. По состоянию она как новая. Никаких заломов. Ничего у нее нет. Ну, примята немножко. Это можно исправить. Затертости. Следов какой-то носки. Вообще ничего нет. Вот магазин. Жалко, конечно. Потому что сумка классная. И когда я сейчас доставала все сумки, я прям слышала этот запах от нее. Разин. Это реально секонд-хендом. Поэтому не беру. Вот. Здесь написано, что она кожаная. Ну, видно. И так видно, что она кожаная. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok